Эти свеженасыпанные курганы – все, что осталось от трехметровых ям, в которых ремонтники хоронили отработанное машинное масло. Ямы они спешно закопали. По версии местных жителей, все это дело рук сотрудников ремонтных мастерских Пермгора Электротранса. В качестве доказательства люди приводят несколько фотографий, сделанных в процессе очередного слива. Последствия подобного варварства не заставили себя ждать, говорят жители, разгуляя. На поверхности воды, поступающей из недавно пробуренной артезианской скважины, теперь образуется характерная масляная пленка. Вода сильно пахнет. Воду это невозможно пить, так как здесь находится вблизи к нашему дому. Дом находится очень близко. И земля, естественно, пропиталась за столько десятков лет. Она пропиталась вот этим маслом. Вся эта грязь, она стекает в наши дома. Наши кошки домой приходят черные. У нас потом ковры, паласы, кровати. Все вот это самое буквально. Они вот в этой саду. Вот так вот рукой проведешь, и рука вся черная, масляная. Инициативная группа жителей вызвала на место происшествия наряд полиции. Был составлен акт. Люди направили жалобы в Управление по экологии и природопользованию Перми и в Краевую госинспекцию по охране окружающей среды. Между тем представители Пермгора электротранса заявили, что никакого слива масла ремонтные мастерские предприятия не производили. Все это досадная случайность. У нас в бочках стояла жидкость после промывки отопительной системы. То есть там была вода и сажа. И случайно эту бочку уронили. Она пролилась. Естественно, там черное было все. В целом ничего вредного в этих веществах. Ну, это вода сажей. Ничего там вредного, загрязняющего окружающую среду нет. Местные жители, возвученные выше, не очень-то верят. Ждут результатов проб, грунта и воды. И, кроме всего прочего, собираются написать обращение природоохранному прокурору Пермского края. Юлия Алеева, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.